Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Я записываю лекции, видео, которые направлены на улучшение качества жизни. И в каждом видео есть небольшая практика. Сегодня мы поговорим о том, как вернуться в состояние единства. То есть, по сути, бывает такое, что мы разделяемся. То есть, какая-то часть нас как бы отделяется и застреет в каком-то моменте, да, где были психотравмы, какая-то эмоциональная боль. И вот важно эту часть себя вернуть оттуда. То есть, можно сказать, что это застреет там наше внимание или часть нашей души. Но так или иначе, мы чувствуем, что где-то мы застряли. И бывает такое, после какого-то момента жизни, как жизнь начинает меняться, и мы действуем уже не так, как действовали раньше. То есть, попадаем в какие-то странные ситуации, сложности. И вот важно вернуться в эти моменты и вернуть себе вот эту часть своей души. Наверняка вы видели фильм, где один из актеров перемещается между реальностями и возвращает себе, можно сказать, свою энергию. Правда, там он почему-то убивает своих двойников в других реальностях. Но хочу сказать, что для этого, этого совершенно делать не нужно. То есть, не нужно никого убивать. А важно вернуть эту энергию. То есть, мы что делаем? Мы возвращаемся, смотрим, что мы там оставили, какую часть себя, и даем ей возможность соединиться с нами, вернуться. То есть, вот таким образом происходит исцеление. То есть, эта практика, она позволяет человеку восстановиться, то есть, стать снова единым духовным существом, то есть, целостным. Почему я говорю о целостности? Вот меня спрашивают, да, из чего вы исцеляете? Я не исцеляю от какой-то конкретной болезни, я делаю человека целостным. То есть, ну, даже не то, что вы делаете, а помогаю ему стать целостным, потому что за него я не смогу что-либо сделать. Только он сам может убрать те негативные ощущения, восприятия, которые есть, и вернуться в состояние гармонии, целостности, здоровья, радости и счастья. То есть, я помогаю, направляю человека, помогаю ему пройти через какие-то сложные моменты, эпизоды в жизни. Но самое главное, это его собственное состояние. То есть, когда у него состояние улучшается, он может действовать осознанно и легко, исправляться со своей жизнью так, как он считает нужным, так, как он считает правильным. И в этом состоянии, конечно же, он может действовать осознанно, легко. И вот как происходит процесс исцеления? Мы возвращаемся в эпизод, да, то есть, я помогаю человеку вернуться, и он смотрит, при каких обстоятельствах у него произошло вот это вот, ну, скажем так, рассозидание, да, то есть, разделенность. И тогда он соединяется с этой частью себя, перепроживая этот случай, убирает оттуда тот заряд, который там накопился, и происходит вновь интеграция, то есть, состояние целостности. То есть, имеется в виду, что разделенность уходит, разделенность рождает болезнь, рождает негативное состояние, когда человеку не хочется жить, он начинает как-то постепенно терять энергию. Энергия как раз уходит в тот случай, там, где вот эта появилась разделенность. И цель, получается, эту энергию человеку вернуть, то есть, возвращается, по сути, часть его осознания, часть его души, часть его энергетики. И вот, когда таких случаев накапливается большое количество, человек становится все менее целостным, то есть, он появляется, как, знаете, как разделенность сознания. То есть, там застряло, там застряло, и, соответственно, в настоящем времени осталось довольно мало. И то есть, получается, мы возвращаем вот эту энергию человека в настоящий момент, в настоящее время. И чем больше мы возвращаем этой энергии, тем легче и лучше человеку живется. Вот, я заметил даже за собой, да, такие очень важные моменты, да, что когда я не в настоящем времени, то я могу совершать ошибки. Вот, и это можете проследить даже за собой вы сами. То есть, когда внимание ваше чем-то отвлечено, человек может, там, споткнуться, упасть, или сказать что-то не то, сделать какое-то неправильное действие. Вот, и, соответственно, вот, тогда его состояние ухудшается, и он начинает, ну, еще больше жалеть об этом, то есть, еще больше накручивать себя. Вот, ну, и уходит все больше из настоящего времени. Вот, получается, что цель человека, это в том, чтобы вернуться в настоящее время, да, и вернуть свои единицы внимания в настоящее время. Вот, по сути, постепенный процесс, вот, процессинг, которым я занимаюсь, он помогает человеку вернуться в настоящий момент, и, соответственно, улучшить свое состояние, чтобы оно было гармоничным, целостным, чтобы вы могли осознавать, что с вами происходит, как это происходит, и, соответственно, действовать осознанно. Давайте сделаем небольшую практику процессинга, посмотрите, как это работает, вот, как происходит возвращение к целостности. Сядьте в удобном месте, где вас никто не потревожит, закройте глаза и создайте пространство для сессии. Ощутите себя в этом пространстве, свое тело в этом пространстве. Почувствуйте это пространство, какое оно. И дальше посмотрите, есть ли какая-то разделенность в этом пространстве, да, то есть, может быть, какие-то части себя застряли где-то, и вы не чувствуете их, или энергия куда-то утекает. Посмотрите, как это происходит. Вот, посмотрите, где это застревание произошло. И, соответственно, если это где-то, ну, какой-то случай, да, то верните внимание в этот случай и перепроживите его. Да, то есть, посмотрите, что там произошло, как это произошло. Ощутите во всей полноте, что там произошло. И перепроживите его, то есть, соединитесь вновь с собой в этом случае. Посмотрите, что было не принято, какие вещи вы не осознали в тот момент. И вот так сделайте несколько раз. То есть, один, два, три раза, может быть, пять раз. Сколько необходимо, пока вы не почувствуете, что энергия вернулась к вам. Вот, то есть, возможно, вернется не вся энергия, да, то есть, какая-то ее часть. Делайте так, пока вы не почувствуете, что вот этот энергетический потенциал вновь к вам вернулся, и вы теперь осознанно можете им пользоваться. Вот, потом посмотрите, есть ли какой-то более ранний подобный случай. Возможно, там тоже застряла энергия, да, то есть, тоже перепроживите его таким же образом. То есть, вернитесь туда, перепроживите и верните себе вот эту энергетику. То есть, важно так, чтобы энергия возвращалась к вам. То есть, вы прям почувствуете это, что у вас появилось больше энергии, больше осознанности, больше целостности и понимания. Вот, таким образом происходит восстановление. Потом вы можете выбрать другой случай, где произошло застревание. Вот, и таким образом проработать его, то есть, перепрожить, чтобы наступило принятие, и вы почувствовали облегчение, то есть, что энергия вернулась к вам. Вот, так происходит практика процессинга. Вот, это процесс возвращения к целостности, возвращения к единству. Вот, и, по сути, я помогаю человеку вот таким образом восстановить целостность и вернуться в исходное состояние, когда вы были целостным, осознанным и здоровым духовным существом. То есть, цель – это вот именно это. Получается, что это не исцеление от какой-то болезни, это возвращение к состоянию единства, к состоянию гармонии, радости и счастья. Вот, такие сессии я провожу с людьми онлайн, да, то есть, мы договариваемся на определенный день и время, делаем сессию. Единственное, что здесь я дал, как бы, такую простую технику, которую вы можете использовать самостоятельно, либо с вашим партнером, напарником, давая друг другу вот такие команды. А когда мы уже действуем вместе, то мы делаем более глубокие техники, которые позволяют глубже понять себя, углубиться в эту жизнь, да, до самого рождения, прошлой жизни воплощения, параллельные воплощения, да, все, что, как бы, вы чувствуете, мы это исцеляем. И самое главное – это серия постепенных шагов повышения осознанности. То есть, эта практика называется процессинг или аудитинг, да, то есть, она помогает человеку повысить свою осознанность, то есть, шаг за шагом. Самое главное – вы разбираетесь в том, как работает ваш ум, ваше сознание, и можете сами себе постепенно помогать. То есть, соответственно, моя роль – это проводник, то есть тот, кто помогает вам благодаря знаниям, благодаря технологии и благодаря моей способности это делать. А основное действие, конечно, делаете вы. Самое важное, что это можно делать, ну, в удобном месте, в удобное время. То есть, сейчас мы просто договариваемся и делаем этот процессинг онлайн, то есть, в Фальбере, в Скайпе, каким образом вас удобнее, да, любым мессенджерам доступным. Вот, поэтому, если вам это важно, вы хотите улучшить свое состояние, стать целостным, напишите мне в личные сообщения все мои контакты, указанные под этим видео. Мы сделаем сначала бесплатную консультацию, потом сделаем сессию по улучшению состояния, по исцелению. Вот, если это вам полезно, понравилось, то поставьте этому видео отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, все мои контакты указаны под этим видео. Вот, также там мои книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление». В них вы можете узнать больше о практиках процессинга, об исцелении и о том, как можно с помощью своего сознания создавать целые вселенные. Вот, можете их скачать тоже в описании по ссылкам. Там также в описании к видео есть много другой полезной информации, сама практика и описание этого видео. Обязательно читайте, вот, кто пользуется компьютером, особенно вам будет удобнее почитать это с компьютера. Вот, также, друзья, конечно же, я провожу обучение процессингу, аудитингу, вот, то есть, и провожу обучение основам жизни, то есть, курс преодоления подъемов и спадов жизни, достоинства и целостности личности, то есть, как справляться с подавлением, как стать целостным, осознанным духовным существом. Все это, то есть, одна часть – это практика процессинга, вторая часть – это обучение. Вот, и все вместе это дает огромный результат, который вы можете применять и использовать в своей жизни. Поэтому, если вам это интересно, то пишите все мои контакты, указанные под этим видео, можно писать в любом мессенджере, в любой соцсети. Быстрее всего я отвечаю в Вайбе, вот, можно позвонить и пообщаться голосом. Вот, на этом, друзья, будем заканчивать. Сейчас у вас появится парочка видео, это «Как изменить судьбу» и «Практика проведения процессинга счастья». Посмотрите их, там тоже много полезной информации, которую вы можете применить в своей жизни. Также мой сайт, подписка на мой канал, заходите на сайт, там больше информации обо мне и о практиках. Подписывайтесь на канал. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал «Академия счастья», и мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи, друзья!